Друзья, друзья, наконец-то это свершилось. Я всех и каждого обнимаю, всех и каждого целую, потому что наконец-то у Депортива новый владелец. Я очень сильно рассчитываю, что это новая страница в жизни клуба. Нищие времена закончены, потому что вы просто гляньте, как зовут нового владельца. Хесус. Это символ, это знак, это возрождение, воскрешение Депортива из пепла. Наконец-то. Блин, я очень сильно рассчитываю, что это какой-нибудь местный миллиардер, который, не знаю, всю жизнь сдавал пивные бутылки. Но не зря у Депортива спонсор пивасик. И наконец-то выкупил Депортива. И смотрите, он счастлив в возможности привести клуб к новым вершинам. Вот этого нам и не хватало. Давайте-ка посмотрим, сколько бабла он в клуб вложит. Фух, друзья. Насколько я помню, у Депортива был долг 290 миллионов долларов. Само собой, я не рассчитываю, что новый владелец погасит весь долг, ну, хотя бы какую-то часть. И я уже буду рад, потому что это будет означать, ну, какие-то перспективы, надежды на будущее. Давайте посмотрим. Да, само собой, это все была моя великолепная актерская игра. Этот чувак взял долг еще на 60 миллионов долларов. И что самое интересное, мы не вышли в плюс. То есть, мы так и остались в минусе. И если загрузить сейф, который был до нового руководства, то есть 8 апреля, месяц назад, что мы увидим? Долги были меньше. Минуса были, ну, больше, но не сильно. То есть, смотрите, было минус 18 миллионов. Если он взял кредит на 60 миллионов, то, по идее, мы либо должны были погасить часть какого-то долга, не знаю, одного из двух кредитов, либо выйти в плюс здесь. Но нет! Мы везде в минусах, в лютых минусах. Возможно, я финансово не очень грамотный, друзья. Объясните мне, куда делось где-то 50 миллионов долларов? Ну, ладно, у нас сегодня 4 тура до конца. Прямо сейчас матч с Мадридским Реалом. Это последний маленький, малюсенький просто наношанс на чемпионство в этом сезоне. Было куча очень обидных матчей. Особенно вот это вот просто. Знаете, если я сейчас хоть слово скажу, по типу, блин, ну мне кажется как-то обидно, несправедливо, в комментариях пойдет Антон, ты ноешь. Поэтому отличный матч, великолепная игра была, все справедливо. Отлично! Просто отлично! Эта игра решила меня окончательно просто изничтожить, просто стереть в пыль. Честно скажу, пацаны, я сейчас, ну прям совсем не в очень хорошем настроении, потому что FM, как обычно, поднасрала. Но еще больше меня печалит то, что я вчера досмотрел остаться в живых. Пересмотрел, точнее. Первый раз я его смотрел тогда, еще когда он выходил. И вот вчера вот эта вот концовка, которую я совсем не понял, будучи школьником. Но вчера я понял, что это та самая концовка, которая максимально была нужна, максимально красиво. И знаете, не знаю как у вас, бывает ли у вас такое чувство, когда ты заканчиваешь что-то масштабное. Будь то книга, большой фильм, сериал, который прям запал тебе в душу. Перекладина. И каждый герой был тебе словно друг, самый близкий. И вот он заканчивается. И как будто бы вырвали часть твоей души. Вот с одной стороны, этот сериал, как бы фильм или опять-таки книжка, они в тебе оказались надолго и глубоко. Но с другой стороны, и забрали часть. Поэтому я сейчас в таком немножко грустном, меланхоличном состоянии. Потому что это печально. К чему я? К тому, что однажды, друзья, я в это верю, закончится карьера за Депортиво. И надеюсь, он закончится хорошо. И мы все так же будем думать, блин, как жаль Монтане и прочие. Мы вас больше не увидим. В очередной раз доказываем, что без Монтане Депортиво смотрится довольно жалко. Реал, знаете, как будто кошка с мышкой играется. Как бы не забивает нам гол. Оставляя какую-то призрачную надежду. Но, возможно, сейчас на какой-нибудь невероятной контратаке Вальвердо. Человек уже 43 года. Хватит, хватит. Угомонись. Неужто в Мадриде нет ни одного дома престарелых? Ну, хватит. Серьезно. Сафонов, молодец. Ромарио с мячом, друзья. Ромарио. И что будет? Это не пенальти. Там было явно видно. Если бы матч судил судья из матча Россия-Англия, который поставил пенальти за прыжок Зырянова метров за 5 до штрафной, то, возможно, сейчас можно было бы поставить пенальти. Но, нет, очевидно, что пенальти не было и близко. Ромарио. Навешивает штрафную. Не очень здорово. Кстати, во втором тайме мы явно инициативу перехватили. Хакими, что он делает на позиции центрального защитника, я не совсем понимаю. Сафонов, дикую, что не со всей дури втрепал в рандомном направлении вперед. Олексий. Олексий красиво. Чихауи. Штанга. Штанга была. Перехватина была. Фулл. Флэш. Рояль, как говорится. Еще одна атака Депортива. Надеюсь, что Депортива. Надеюсь, что без привозов. Забарный на Роури. Орзабаль. Чихауи. Чихауи бьет. Бьет. Рамсдейл тоже. Викинг просто бессмертный. Человек уже миллион лет. Он все сейвит и сейвит. Сейвит и сейвит. Сейвит и сейвит. Сейвит и сейвит. Кажется, что второй тайм полностью за нами. Вот, наверное, первая атака Мадрида. О, боже мой. Что у нас здесь? А здесь у нас отскок. Да, порой штанги перевалены на нашей стороне. Пока что, в принципе, неплохой боевой матч складывается. И даже, наверное, ничья по такой игре будет справедлива. Но что-то мне кажется, что сейчас нам так нормально залупят баночку. Или же перехват. Или же забарный. Здорово. Щихауи. Эурэш. Явинелла. Ну, дембельский аккорд. Ромарио. Unbelievable. Мяч от штанги влетает. Порой штанги перекладины нам помогают. Две минуты до конца. Побеждаем. Но этого все равно мало, пацаны. Этого все равно мало. Потому что Мадрид мало того, что нас на одно очко обходит. Так еще и по личным встречам мы в любом случае уступаем им. Друзья, у нас матч с Асасуной. Ничего такого, кроме того, что Реал проиграл Сарагосе. И сейчас, если мы победим Асасуну, Хотя не восьмые. Это, может быть, тяжелый матч на выезде. Мы будем на первом месте. Но, как бы, всякое бывало. Где атаки? Я не понимаю. Где атаки? Я что-то вот не помню, чтобы в последних матчах с Асасуной у нас какие-то были проблемы. Эурэш. Эурэш на подаче. Монтани не выигрывает. Верх Кумбулана Эурэша. Ахахаха. Выносит. Выносит Асасуна. Ай, Ашерич на роуде. Эурэш. Монтани. Ромарио. Офигительно. У меня еще такая немножко нервная улыбка на лице. Потому что я не понимаю. Полчаса прошло. У нас супер реальный шанс выйти на первый минус за два тура до конца. И что мы делаем? Ну, момент создали клевый. Ну, и все. Блин, если так закончится, я... Ай, 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 ай. Я не знаю даже, какие эмоции я буду испытывать. Вновь наш момент. Эурэш на угловом. Подача. Хакими. Ну, дед. Давай, из последних сил. Хакими. Сбейте его. Угловой. Так, с мячом игрока Сасуны. Пинаколада какая-то. С мячом бежит. Бежит. Очень медленно бежит. Но никто его не прессингует. Так, я не понял. Сири. Гомес. Это тетрадь как тирать. Так, не... Что мне показывали? Я не знаю. Момента, по сути, то и не было в этом моменте. Прикольный стадион у Асасуны. Походу, строили из гигантских шлакоблоков. Это, по-моему, довольно дешевый стройматериал. Вот, наверное, Асасуна не в долгах на 350 миллионов после постройки великолепного стадиона. Кумбула. Роуди. Ждана. Эмилио. Я не верю глазам, пацаны. Я не верю своим глазам Deportivo в данную секунду на первой строчке. Причем с отрывом в два очка. Вроде бы и Асасуна особо не брыкается. Монтани на Эрзабаля. Монтани второй. Нет, тут уже сложно, но это пенальти. Чистый пенальти. И Монтани сейчас, наверное, Асасунуто и приговорит. Друзья, 11-метровый Монтани. В этом году ему, скорее всего, не светит рекорд по голам. Ну и ладно, мы все равно ведем счеты, хорошо. Нет, 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 нет. Полторы. Жданов на Эурэшем. Чихауи. Монтани снимает все вопросы. Да что ж такое-то? Что ж такое-то? Почему каждый вратарь в матчах с Deportivo превращается в супермена? Ну, Асасуна сейчас просто не имеет права забивать вот в этом моменте. Нет. Я не верю, что это вообще возможно. Да, мяч у нас. Роуди. Эурэш. Потеря. Полминута до конца. Забросы. Кумбула надежно. Роуди, Жданов. Монтани. Что же вы делаете? Ну, осталось-то полминуты продержаться. Ну, быть такого не может. Хотя вот был матч со Сиданом недавно. Там нам забили на 94-й, а мы сравнили на 95-й. Это всякое бывает и в FM, поэтому нужно всегда быть ко всему готовым. Какой бред происходит сейчас на поле. Но все, походу это конец, друзья. За два тура до конца я не верю своим глазам. Я не верю. Мы, мы, мы на первом месте. Так, пацаны, признаюсь честно, я немножко рассчитывал, что уже в этом туре мы можем, ну, каким-то там чудесным образом оформить чемпионство. Потому что Реал играет с Сивилией, а мы с Сельтой. Сивилия крепкая команда, но, как видим, что Реал победил. Сейчас Реал вновь первый, но нам нужно побежать с Сельту как угодно. Просто, просто зубами вгрызаться в газон нашего уродливого стадиона. Как все иронично, символично, что на пути к чемпионству у нас стоит наш заклятый враг. Сельта. Дерби. Да, благодаря этой карьере я узнал, что, оказывается, Deportivo, Сельта это дерби. Друзья мои, я сейчас футболистом, не вам, может быть, момент создадим. Так, Эуреш. Ну, брат. Ну. Там еще, по-моему, прикол такой, что в последнем туре играем с Вальякану. С Вальякану. То самое Вальякану, которая в том сезоне нам подарила очень смешной матч. Я думаю, что... Так. Нет. 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 Штанга. Я не верю глазам. Сегодня нас штанга два раза спасла. Это как вообще возможно? Но похоже, что атака Сельты продолжается. Нет. Но ничья нас вообще не устраивает абсолютно. Нужно забивать самим. Как бы. У нас еще и спонсоры одинаковые. По-моему, это вот пивко Эстрелла. К чему это сказал? Не знаю. Забарный. В общем, пивное дерби, друзья. Пивное... Олексий! Олексий! Олексий пришел. И... Сделал это. И что? Второй сразу закинем. Я не против. Ашерич. Роури. Олексий. Ромарио. Это офсайд, боюсь. Да. Но, может быть, сейчас уже без офсайда мы забьем чистый гол. Монтани. Хакими. Монтани. Аэрзабаль. Тут пенальти, по всей видимости. Да. Монтани, который в том матче смазал, сейчас может такое предчемпионское пенальти забить. Я думаю, что с тем матчем все понятно. И всем интересен последний тур. Поэтому давайте на комментариях. Так, стоп. Сейчас, что сейчас будет? Что сейчас будет интересненького? Что? Что, что, что? Что сель ты там задумала? Ну-ка. Так, 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 так. Ну, по всей видимости, мы отобьемся. Или что? Или как? Или куда? Ромарио. Монтаныч. 3-0. Четвертый мы, по всей видимости, забили. Олексий. Как же Олексий хорош. И у Рэш тоже в большом порядке. Нам нужно просто обыграть Валийкану. Возможно, друзья, мы уфинишем. 38-й тур. Депортиво Валийкану. Мадрид-Валенсия. У нас преимущество в 2 очка. Нужно просто победить. Все. Если честно, у меня непонятные сейчас чувства и эмоции. Потому что сколько раз уже до портива добиралось до важнейших матчей. И чем там все заканчивалось, вы прекрасно помните. Поэтому сейчас нужно спокойно сделать, так сказать, свою работу. В теории мы можем, конечно, в этом матче даже... Нет, нет. Нет, выигрывать нужно. Потому что Реал уже забил Валенсию. Вот в данную секунду Реал на первом месте. Поэтому, Монтане, верим в твои золотые ножки. Полчаса прошло. Мяч у Валийкану. Я не верю. Не может такого быть. А Шерич перехватывает. Все будет хорошо. Я уверен. Ну, должно. Должно, так сказать, прийти некая такая награда. Воздаяние мне за... Не, воздаяние, по-моему, другое слово. Короче. За все мои страдания. За все мои мучения праведные. Должно воздастся. Или это правильное было слово? Воздаяние. Зря я в школу не ходил. Друзья, первый тайм почти закончен. Нули. Эуреш накидывает. Забарный матч. Полностью наш. Розабаль. На Кумбулу. Но это опять не пенальти, очевидно. Штрафной. Монтане. Выше ворот. Отчасти какие-то тикают. Тик-так, тик-так. Как бы тик-так. Ну, остается просто закатить. Буквально, не знаю. Чуть ли не в пустые ворота. Этой Вальякани. Айрзабаль. Ромарио. Казалось, плохой пас. Но Олексий. Мяч. Ну, кто если не он, пацаны? Кто если не он? Монтане. Монтане. Возможно, золотой гол. Возможно. Мы вновь набираем 90 очков. Пока что. Как в том году. Нет. Нет. Матадор Сафонов. Как же ты хорош. Ромарио. Жданов. Олексий. Ну. И. Друзья. Все. Никто у нас не заберет это чемпионство. Все. Все. Я думаю, это все. Все. Все хейтеры, которые там. Та-та-та-та-та. А ты все неправильно делаешь. Вот и. Сосать. Наконец-то. Сейчас, пацаны, все настоящие фаны Депортиво побежали. Обливаться пивом Эстрелла. Целоваться. Праздновать. Потому что все. Ну, Реал забивает второй гол. Это абсолютно не важно. Пусть хоть 100 гол. Три. Мало. Да. Вальверде. Наверное, такой старческой клюкой забил в свои 95. Пусть. Пусть. Я не против. У нас молодой, дерзкий коллектив с юным 30-летним Монтани. Который почти делает хитрик, сука. Ох. Ну, давайте. Ну. 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 Эуреш. Не. Даем. Даем. Немножко Валейкану мяч попинать. Но мы видим, что мяч им лучше вообще не трогать. Потому что их атаки максимально бездарные. Олексий теряет мяч. Хэсус. Олексий возвращает. Нет. Олексий, конечно, великолепен, друзья. Олексий. Это просто душа команды. Сердце. Диспетчер. Как бы его еще похвалить, чтобы все украинцы поставили лайк. Хакими, Ойрзабаль, Роуди, Эуреш. Хакими. План дед сработал, пацаны. План дед сработал. Хакими принес нам чемпионство. Как скажете вы. Не этим же голом. Конечно же нет. Потому что благодаря ему я перевел Эуреша в центр. И это все изменило. Все изменило, друзья. Давай. Сколько угодно может в Алиякану брыкаться. Но шансов никаких абсолютно нет. Я говорил. Я говорил, что Гатуза бездар. Я говорил, что я его раздавлю. Да, 88 очков неплохо. Но ты набери 90. 90 очков набери. Да, потратил опять там Реал 100 миллиардов на трансфер. Да, удачи. Вот. А ты купи Олексия Жданова. Купи Олексия Жданова за 30 очков. Который так развалит. И Хакими за 10 очков. Давай, давай. И Монтаныч. Я даже сейчас ни слова не скажу про штанги. Без проблем. Пожалуйста. Три, две, одна. Мы чемпионы. Как радоваться трофею? Даже не знаю. Я разучился радоваться крутым трофеем. Красивые пальмы построили около стадиона. Посадили. Наверное, это и стоило 300 миллионов. Ну как красивые уровня Сан-Андреаса какого-то. Кто-то... Да, это был проблемный сезон. Мы начали не очень здорово. По-моему, во втором туре проиграли Леванты. Я уже было расстроился. Были моменты, где мы буксовали без Монтани. И опять хейтеры такие. Ха-ха-ха. Да тебе бы в этом году хотя бы второе место занять хотя бы. Ну что вы скажете сейчас, а? 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 Реал в своем матче выиграл. Ну и удачи им. Да. В смысле одна из... В смысле одна из лучших. Но ничего. Это не омрачит мою радость. Восторг. Успех. Символ клуба. Легенда. Ох. Интересно. Меня там в легенды реально записали, нет? Ну, все-таки, пацаны... А? А? Нет? Нет, нет. Ну... Блин, Монтани уже легенда. Нет, спору нет. Ну, меня тоже это можно было, да? Чуваки, все. Вот они. Вот они, чемпионы. И знаете что, чуваки? Как я уже говорил сегодня про сериал Lost. С одной стороны, счастье. С другой стороны, какая-то внутренняя пустота. Потому что я, честно скажу, я не вижу смысла дальше эту карьеру продолжать. Чемпионами мы стали. Все. Все. Выше уже не прыгнешь. ЛЧ мы не возьмем с такими долгами никогда в жизни. Чтобы брать ЛЧ, нужно иметь хоть какие-то денежки. Это очевидно. Поэтому смысл продолжать. Чемпионат сразу теряет весь интерес лично для меня. Ну, а в ЛЧ, я думаю, что в ближайшие несколько лет мы также будем вылетать в одной восьмой. Поэтому, друзья... Наверное, это все. Наверное, это все. Всем удачи. Всем пока. Увидимся где-нибудь, когда-нибудь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok